Девушки отдыхают В Довосе о Медведеве узнала международная бизнес и политическая элита К тому же форум 2007 стал знаковым для нашей страны Ведь по сути Россия с быстро растущей экономикой Выглядела настоящим островком стабильности На фоне финансовых неурядиц в мире Это пища пастуха и лесоруба Плавящийся сыр не только лучше всего восстанавливает силы После тяжелых дней работы Он еще и объединяет за общим столом Довосский форум как национальное швейцарское блюдо Сырное фондю Несколько сортов отборного швейцарского сыра Приправленное белым вином для пикантности Вот он рецепт Довосского форума Ну а после этого каждый участник Довосса Свой кусочек хлеба Или свою идею Опускает в общий Довосский котел Главное, чтобы идеи были свежи Тогда они лучше приживутся в швейцарских Альпах Впрочем, на Довосский сыр хлеба всегда хватит Довосс – это такой бурлящий котел В котором плавятся самые разные интересы Но самое главное, что все-таки это не просто разговоры А эти разговоры имеют конкретное продолжение И очень часто результаты Поэтому, мне кажется, это хорошая площадка для коммуникации Клаус Шваб – швейцарский экономист, родившийся в Германии Основатель и бессменный руководитель Довосского форума Сейчас уже и не вспомнит, почему из всех швейцарских курортов Выбрал именно Довосс Вероятно, потому что там уже существовал конгресс-центр Официальным языком первой встречи был французский Участники в тот год могли курить прямо в зале И многие из них впервые открывали неведомое до сих пор приспособление Телекс, проведя здесь, в 71-м году В достаточно интимной обстановке уединенного курорта Встречу своих друзей, европейских финансистов Шваб и не мог предположить, во что все это выльется 30 лет спустя Мы хотим быть весьма представительными Это значит, что мы приглашаем все значимые мировые правительства Международные организации, они представлены в Довоссе на самом высоком уровне Что касается бизнеса, то мы концентрируем внимание только на крупных и важных компаниях Это приблизительно около тысячи самых влиятельных мировых компаний Если говорить в цифрах, то они представляют более 10 триллионов долларов Что составляет более четверти мирового ВВП Также к нам приезжают главы 25 самых крупных неправительственных организаций Главы самых больших торговых союзов Также мэры, губернаторы В общем, у нас в Довоссе собирается порядка двух тысяч самых влиятельных людей в мире Кто-то остроумно заметил Из Довосса землю видно так же, как с Луны Это престижный клуб по интересам сильных мира сего И ведь именно здесь, например, впервые лицом к лицу встретились Арафат и Перес Бывший южноафриканский президент Ли Клерк с будущим лидером ЮАР Манделлой Сюда регулярно приезжают премьер Великобритании или канцлер ФРГ Президенты Франции и США Дискутируют о мировых проблемах, о бедности, энергии, климате О том, как добиться мира на Ближнем Востоке или успокоить Ирак Порой проводят полуофициальные переговоры и подписывают сенсационные соглашения Так что со временем Довосский форум превратился не просто в имиджевый бренд Миллионы долларов на личных или корпоративных счетах не дадут вам права сюда попасть Это право нужно заслужить Довосс – это особый стиль управления миром Страхи, любые страхи Это следствие дефицита в коммуникациях, дефицита в общениях Они разрастаются тогда, когда нет общения И они прекращаются, когда люди смотрят друг другу в глаза Когда возникает то, что принято красивым словом называть Возникает chemistry Нужно ездить в Давос Нужно участвовать в панельных дискуссиях Нужно на деле демонстрировать открытость При соблюдении, конечно, национальных интересов И тогда все вопросы имиджа и несправедливых оценок останутся в прошлом И российские делегации сюда исправно ездили из года в год Приезжали премьер-министры Евгений Примаков или Виктор Черномырдин Последнего в 98-м пригласили даже на открытие саммита И подарили розу из горного хрусталя И хотя о России в Давосе говорили всегда Но говорили скорее в контексте наших внутренних проблем Чего стоит, например, знаменитый форум 96-го года Когда российский бизнес именно в Давосе Перед угрозой коммунистического реванша Решил поддержать на президентских выборах Бориса Ельцина А это уже год 2000-й Когда российских участников форума Застал врасплох вопрос американской журналистки Сцена вполне из Гоголя Кто это, мистер Путин? В последующие годы ответ на этот вопрос был получен Да и Москва все в меньшей степени нуждалась в понимании и согласии Запада Однако в этом году роль Давоса снова выросла Российскую делегацию 2007 лично утверждал президент Путин И выбор ее руководителя оказался как никогда актуальным Молодой и раскованный Дмитрий Медведев Первый вице-премьер, отвечающий за реализацию национальных проектов Которые с одной стороны определяют новую российскую политику Ну а с другой понятны Западу Мы сегодня находимся уже в той ситуации Когда способны заниматься решением крупных социальных программ Мы можем двигаться по этому пути Можем финансировать такие программы И в этом смысле мы смотримся ничуть не хуже, чем другие участники Давосского форума Потому как, ну даже тот же самый прыжок из компьютерной безграмотности И цифрового разрыва, как принято говорить В ситуацию, когда все наши школы будут подключены к интернету В общем, впечатляют участников Давосского форума Свою роль сыграло тот факт, что Дмитрий Медведев По совместительству председатель совета директоров Газпрома Особенно с учетом того, что тема энергетической безопасности Была в Давосе в этом году определяющей К тому же Россию еще перед самым началом работы форума Продолжали обвинять в так называемом энергетическом шантаже Являясь частью европейской экономики И, соответственно, мировой экономики Мы должны принимать правила Сложившиеся в Европе, да и во всем мире Это означает, что бесплатного газа Ни для кого больше не будет Время на адаптацию есть Но его не так много И немифические враги извне Заставили нас принимать такое решение Полторы тысячи завтраков Две тысячи обедов И три тысячи ужинов К вечеру аппетиты гостей Давосского форума возрастают Это святая святых Давоса Его не политическая кухня Путь к сердцу каждого участника Давосского форума Лежит через желудок На этой, в общем-то, маленькой кухне Конгресс-центра ежегодно 30 поваров и 300 официантов Делают все, чтобы потратить Изысканным вкусом И требовательным вкусом Участников Давосского форума Один из лучших поваров Швейцарии Франц Юас Уже 10 лет отвечает за процесс питания Сильных мира сего Меню составляет согласно собственным кулинарным пристрастиям Но обязательно с учетом национальных вкусов гостей форума Конечно, повару Юасу сложно осилить растягай или кулебяку Например, два года назад команда московских поваров Сама готовила все блюда для русского вечера Осетрина, молочные поросята Продукты, впрочем, были швейцарские Из Москвы привезли только гречневую крупу И квасное сусло Тогда же, в отсутствии оригинальных российских политических И экономических идей Россия запомнила в Давосе исключительно официальным приемом Шапкой-ушанкой из искусственного меха И гала-представлением Russian Night Большой театр от Захаровой Лье Байцискоридзе Джаз Игоря Бутмана Фольклорный ансамбль Веретенца Именно в эти годы Россию в основном поучали И указывали ей, как нужно приспосабливаться К мировому экономическому процессу И политическим тенденциям На этот раз Россия вызвала больше ажиотаж Чем уже традиционный Индия и Китай Запад явно оценивал Российские мускулы По итогам текущего года у России Есть все возможности превратиться В намбыван В мире по добыче нефти И обойти Саудовскую Аравию При этом у нас четвертое место По производству электроэнергии И первое по добыче газа Мы в целом хорошо понимаем Что став одним из лидеров Мирового развития А приведенные только что мною цифры Это неплохо иллюстрируют Мы неизбежно принимаем на себя Дополнительную ответственность За состояние мировой экономики С 19 века Давос излюбленное место отдыха Европейской элиты Да и не только ее Российские народовольцы Или социал-демократы Очень любили отдых В швейцарских Альпах Ведь здесь С тиши горных склонов Лучше всего думалось О судьбах будущей мировой революции Здесь же в Давосе От туберкулеза Скончался и великий князь Дмитрий Павлович Внук императора Александра Второго Который вместе с Феликсом Юсуповым Участвовал в подготовке убийства Григория Распутина Так что Давос всегда был русским А не только с 1987 года Когда на форум Впервые приехала официальная Тогда еще советская делегация При этом здесь, в швейцарских Альпах Всегда катались на лыжах Монархи Швеции и Нидерландов Здесь же проводят свои каникулы Принц Чарльз Здесь, в 1934-м Открыли первый в мире Бугельный подъемник Тогда это была настоящая Горнолыжная революция в мире Так что Давос не столько гламурен Сколько спортивен Я бы сказал, что здесь не гламурно Здесь совсем не гламурно Это в прошлые годы Здесь устраивались тест-драйвы Роскошных автомобилей Или курсы вождения на льду Замерзшего озера для богатых клиентов В Давос приглашали звезд И мирового шоу-бизнеса Чего стоит, например, один аукцион По сбору средств детям, голодающей Африки Когда за 10 минут Шерон Стоун вместе с Питером Гебриэлом И Ричардом Гиром Собрали сотни тысяч долларов А сидящий на сцене президент Танзании Рыдал в голос Или когда звездой Давоса В прошлом году стала беременная Анжелина Джоли Со своим звездным супругом Брэдом Питом Голливудская пара Вызвала на форуме Больший ажиотаж Чем все политики и бизнесмены Вместе взятые В этом году От участия звезд в Давосе Решили отказаться Это решение Лично принимал Клаус Шваб Признаюсь, что для нас Важнее было видеть Сильную российскую делегацию Во главе с первым заместителем Премьер-министра Господином Медведевым Думаю, все это соответствует Той роли, которую приписывают России В общемировом масштабе Я прекрасно знаю, что в середине 90-х Россия испытывала определенные трудности Но теперь Россия Вновь сильная мировая держава И это косвенно подтверждается Тем вниманием, которое уделяется России В довольствии Лучше не обсуждать роль России А эту роль играть Российская Федерация Как правоприемник По международным обязательствам Советского Союза Приобрело и значительное количество Мандатов от Советского государства Часть мандатов Растворилась в истории Но часть мандатов Может быть Россия возвращена И мы считаем, что это было бы И справедливо И самое главное Это было бы полезно для Мирового сообщества В том числе И такие мандаты Такие поручения Которые связаны С исполнением Представительских функций Функций по урегулированию Локальных конфликтов Так что даже традиционный Давосский русский ужин В этом году проходил Не как обычно То есть для всех Кому не лень прийти А в специализированном Полузакрытом кругу Гостей встречал Валерий Гергиев Разливали краснодарское вино А российские участники Давоса Оказались в плотном кольце Крупнейших бизнесменов мира Потенциальных инвесторов В экономику России Такого русского ужина В Давосе Не припоминают Даже старожилы форума Они же не припоминают Чтобы на пресс-конференции Руководителя российской делегации Прозвучал подобный вопрос На западе По крайней мере Все говорят про вас Как следующий президент Если это правда Почему вы Это такой настоящий Жизненный вызов На который каждому человеку Интересно ответить И масштаб этой работы Таков Что скучать не приходится Вы наверное Если следите За какими-то событиями В России Видите Я довольно много езжу Участвую В различных мероприятиях В общем Жизнь насыщенная И крайне интересная Поэтому Рассуждать на какие-то Абстрактные темы По поводу того Что будет в будущем Не считаю для себя Возможным Это отвлекает От основной работы Но я неоднократно говорил Что успех Различных Проектов Будь то проекты В социальной сфере В экономике В области безопасности Укрепляет Конструкцию власти В целом И способствует Тому Чтобы власть Сохраняла свой авторитет Поэтому наверное Основной интерес В Давосе Вызвало специальное Пленарное заседание Целиком посвященное России И впервые За все годы Русского присутствия На форуме Для дискуссии Был выделен Главный конгресс-зал А не частный салон На задворках здания Как это бывало Обычно до этого Дмитрий Медведев Выступал полчаса Произнеся Часть речи на английском Вероятно именно так Было проще ответить Западной аудитории На Как выразился Медведев Давно витающий в воздухе вопрос Что такое Новая Россия Мы понимаем Что еще ни одно Недемократическое государство Не стало по-настоящему Процветающим По одной простой причине Свобода Лучше не свободы Мы не заставляем Кого-либо любить Россию Но мы никому не позволим Причинять России вред И будем добиваться уважения Как к гражданам России Так и к нашей стране в целом Причем не силой А ответственным поведением И успехами Потом уже После официального доклада Дмитрий Медведев Развил тему Во время свободного общения С прессой На так называемой Встрече без галстуков Иначе штраф Пять швейцарских франков За повязанный галстук Таков Давоский дресс-код Демократия действительно Не требует каких-либо Дополнительных определений Поскольку человечество Знает что это такое И способно отличить Реальную политическую Демократию От употребления Этого слова Суи То есть Для прикрытия Существующих трудностей Вот поэтому Мне кажется что Когда к демократии Что-либо пытаются Пристегнуть В определениях Это может Наводить Аналитиков Комментаторов На мысль о том Что все-таки Это какая-то такая Суррогатная демократия И несмотря на то Что я уверен В том что в России Существует реальная демократия Как собственно говоря И те кто говорит О суверенной демократии Я просто считаю Что подобного рода Игра в термины Ничего не добавляет На этот раз У первого вице-премьера Никто и не спросил Ничего в силе Ху из мистер президент Или Уот из раша Более того На западе ответ Судя по всему Уже готов Медведев Это патриот России Нового типа Либеральных взглядов Демократические государства На мой взгляд Тем и отличаются От недемократических Что В случае Прихода к власти Других сил Других партий Сохраняется Преемственность курсов Это очень важно Потому что Это позволяет Строить Международные отношения На долгосрочной Основе Так что Отныне За общим столом Вокруг Довозского Сырного фондю Есть Постоянное место И для России Международные отношения Сырного фондю Сырного фондю